В здоровом теле – здоровый дух. Первый розыгрыш Кубка Муфтията собрал порядка 300 участников. Всего 48 команд. География турнира охватила почти все муниципалитеты Дагестана. В честь своего города или района отстаивали сотрудники разных структур подведомственных Муфтията. Это имамы, работники отделов просвещения и представители СМИ. Девизом данного мероприятия является спорт против террора. И подобные мероприятия необходимы для объединения молодежи, для того, чтобы мы просто сплачивались неофициально, неформально в такой обстановке. Потому что мы знаем, когда определенная физическая нагрузка бывает на человека, когда он постоянно занимается своей работой, своей деятельностью, ему необходимо немного развеяться, немного расслабиться. Команда разбита на 8 групп. В плей-офф выходят по две лучшие. Далее игры на выбывание. Тайм длится 10 минут, а игры обслуживают судьи республиканской категории. Несмотря на конкурентную, а порой жесткую борьбу на поле, по завершении матча игроки обмениваются рукопожатиями. Самое красивое, самое нужное, что здесь, что ребята с друг другом знакомятся, разных городов, разных районов, что они видят друг друга, что есть такие игроки, что такие религиозные деятели играют в футбол, что они видят, что они тоже занимаются спортом. А то мы привыкли, что только спортсмены занимаются спортом. Здесь мы понимаем, что сегодня у нас хоть бы он замов, или кем бы он ни был, что он был кем-то, раньше он занимался профессиональным спортом, а сегодня он изучает науку, эльму изучает. Поэтому это очень важно, чтобы молодежь видела, что несмотря на любой образ жизни он должен заниматься спортом. Турнир призван укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Об этом на открытии говорили организаторы. Кроме того, речь шла о важности просветительской работы религиозных деятелей в деле противодействия росткам терроризма и экстремизма в обществе. Участников также напутствовали представители органов власти и известные спортсмены. Очень приятно, потому что активно вообще в республике развивается сейчас вот именно лиги футбольные, мини-футбола. И то, что Кубок Муфтия объединяет такое количество молодых людей и вообще соревновательный образ, спортивный формат. И, конечно, это формирует и команды, и сплоченность внутри команд. Я думаю, что это тоже хороший формат досуга в регионе. Как раз таки молодежь в вечернее время собирается на мини-полях, играют. Я думаю, что это очень хороший формат, правильный формат проведения мероприятий выбран. И то, что лозунг «Спорт против терроризма», я считаю, это правильно и так оно и есть. Пройдя без поражений сквозь сито предварительных матчей, в финал пробились лучшие из лучших. В упорном противостоянии коллективов из Буйнакского и Казбековского районов первая дружина смогла забить на один мяч больше – 3-2. И Кубок от Муфтиято Республики Дагестан вручается капитану команды. Аллаху Аквард! Всех призёров турнира наградили медалями и денежными премиями. Организаторы также учредили призы в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем признали Усмана Салисгиреева, а звание лучшего игрока досталось Мусе Мусаеву. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.